Итак, всем привет дорогие друзья, с вами Тутэмпалт, а сегодня я вам расскажу об Арк Генезис. Уже ни для кого не секрет, что она скоро выйдет и будет, наверное, покорять наши сердца, но в основном я на это надеюсь. Ох, вот бы мой ноутбук, конечно, это всё дело потянул, но ладно, не в этом суть. Суть в том, что мы сегодня с тобой будем рассматривать новые ролики, которые выпустили разработчики Арк Сурвайл и Волф на свой канал. Ну что ж, погнали. Первое существо, которым поделились разработчики, это кровосос. Ну так вот, так называемые кровососы, они способны хватать свою добычу, притягивая её к своей липкой паутиной. То есть кровосос это как, ну, спайдермен на минималку. И, разумеется, его можно будет приручить и использовать его как ездовое животное. Не знаю, как вам, но так по мне он выглядит очень внушающе. Я думаю, он будет таким очень интересным существом, потому что, представь, идёшь ты такой по лесу, а тебя не капразух ловит, а какой-то блудсталкер. Ну вот, кровососы начинают из тебя высосывать твою кровь. По-моему, это ужасающе. А как его томить, разумеется, мы, наверное, скоро узнаем. Следующий у нас на повестке сегодняшнего дня это Lunar Biome. То есть у нас будет отдельный космический биом, в котором не будет кислорода, будет гравитация поменьше намного. То есть мы сможем делать большие прыжки, такие далёкие. Плюс в этом биоме нас будут ожидать новые существа, и не только вот эти вот загадочные киты, которых мы увидели сейчас с тобой. Космические киты, так сказать. Мне именно почему-то кажется то, что это, скорее всего, будут не просто животные, а ездовые животные. Я думаю, они не будут агрессивны, но, типа, если он имеет свои качества, как у кита, то зачем ему нападать? В принципе, киты такие мирные создания, поэтому я думаю, что эти киты к нам будут дружелюбно относиться. Ну, больше всего, вот больше всего мне интересно, что придумают разработчики для того, чтобы мы жили в этом Lunar Biome. В этом космическом биоме. Потому что тут даже видно то, что это, скорее всего, не наша галактика, ну, не Земля. Поэтому очень интересно узнать будет. Следующее, что вводят в игру разработчики, так это у нас новая ракетница, ТЭКовская. Которую вы сможете сами направлять. У вас будет открываться вот такой вот экранчик, и вы сможете лететь за своей жертвой. Но, разумеется, я думаю, то, что не все игроки такие умные, как тут нам показали. И поэтому, скорее всего, если какой-то будет новый игрок, или не такой уж размышленный, что делать, то мы сможем попасть в летающее существо, ну, такое, как Тернадык. Посмотрите еще раз, я думаю, не каждый игрок так сможет. Итак, магма... магмазавр, точнее. То есть, это существо, скорее всего, будет как ходячая плавилка, типа феникса. Ну, и при том, мне кажется, его будет вообще не очень кайфово приручать. Я думаю, его будет очень сложно приручить. Ну, по крайней мере, на уровне рипера. Вы только посмотрите на него, он выглядит покруче горного голема. Я не знаю, как его вот отрубать игроки, скорее всего, какой-нибудь катапультой или пушкой. Потому что это существо явно на дротиках не будет томиться. Также для рыбаков разработчики решили выпустить рыболовные сети, чтобы вы не сидели на стуле, как раньше, не страдали фигней, а сразу ловили нормально рыбу. По браконьерски, так сказать. Ну, и, разумеется, с нормальной скоростью. Что интересно, вот завезли еще разработчики. Ну, точнее, завезут. Мне больше всего нравится то, что добавили нам на наш тег-костюм вот эту вот пушечку на плечи. То есть мы будем теперь раскидывать в PvP как боги. То есть, представь, ты идешь такой, расстреливаешь противника, и, мало того, у тебя еще помогает твою пушку на плече, и может тебя даже при этом оборонить со спины, из чего угодно. Мне кажется, это тема. Что могу сказать о нашем белом крохе? Разработчики не удосужились выпустить по нему ролик пока, но я точно знаю то, что это будет на плечное животное, как будто тушканчик, и его, в принципе, можно будет использовать как и для домашнего такого питомца на плечного, но если ему скармливать элемент, нормальными дозами он будет превращаться в здорового ездового зверя, который сможет карабкаться по скалам, как дрейк, и творить полную жесть. Ну что ж, дорогой друг, надеюсь, тебе понравился мой обзор. Подписывайся на канал, ставь лайки, ставь на колокольчик, жди новых роликов, я обязательно постараюсь скоро сейчас приобрести, и обязательно постараюсь скоро приобрести этот долгожданный Season Pass Arc Genesis, и, разумеется, он будет выходить на мой канал. Ну что ж, до новых видео!